На лыжах к Северному полюсу покорять крайнюю точку земли отправилась команда школьников, победителей и призеров Олимпиад. Им предстоит пройти через дрейфующие льди на океан и преодолеть более сотни километров по суше. А еще в планах отважной семерки сыграть футбол, оставить послание для будущих поколений и установить знамя победы. Экспедицию провожала Муниса Усманова. Раз, два, три! Одна команда, где важен каждый. В ближайшие 10 дней только так. Добраться до старта экспедиции уже приключение. Из Москвы на Шпицберген, дальше на Северный полюсу до Арктической станции. И только оттуда вертолет доставит их к месту, где они начнут свой лыжный поход. Впервые в это путешествие отправятся победители школьных Олимпиад. Кирилл, чемпион по литературе, отказался от подготовки к ЕГЭ в пользу тренировок в лагере полярников. Я в этом уверен, я сдам. Такое путешествие может быть раз в жизни. Основной критерий попадания в эту экспедицию и, с моей точки зрения, вообще в любую экспедицию, это наличие желания. У этих ребят огромное существует желание оказаться на вершине планеты. Матвей Шпаро и Борис Смолин, опытные полярники, придумали эти юношеские экспедиции в своем рекордном походе. За три месяца в полярной ночи они прошли на лыжах более тысячи километров и покорили Северный полюс. Ребята по плану одолеют гораздо меньше – 110 километров за 8 дней. Местами группе придется даже переплывать от леденок к ледене. Но юных полярников это не пугает, уже не терпится встать на лыжи. Они делают обязательные селфи и посылают близким. Обещают, что с вершины земли первым делом позвонят родителям. Они ведь тоже храбрецы, отпустили детей. Конечно, есть какие-то опасения за меня и волнуются. Я думаю, за каждого из нас волнуются наши родители. Но я знаю, они в нас верят, и мы обязательно пройдем это все. Желающих получить место в экспедиции было больше 300 человек, и только 40 попали на сборы, где их каждый день проверяли на выносливость, в том числе психологическую. Победную семерку в итоге определило умение работать в команде. Девчонки, их двое, Юлия Самакаева и Алена Беляева, нисколько не уступают парням. Разве что способы отпраздновать покорение Северного полюса у них более романтичные. Я беру с собой платье, красное, потому что оно ярко выделялось на фоне белого снега. Платье танцевальное, я хочу танцевать на полюсе. Еще на вершине земли ребята обещают сыграть в самый северный футбол, возможно, регби. И вообще приготовили много сюрпризов. Я бы, наверное, от лица всей команды хотел бы попросить, чтобы нам дали флаг победы, чтобы мы его водрузили в крайней точке земли, чтобы юбилей, в 70-летие победы весь мир знал и не забывал. Кому он обязан, своему боди получил. Рядом будут развиваться флаги семи разных регионов, городов и учебных заведений. А после традиционного кругосветного хоровода вокруг земной оси, ребята оставят во льдах условное послание в бутылке. Эта капсула космическая, буквально точно такие используют в космосе. Она сделана из специального материала и абсолютно герметична, так что ей не страшны ни лед, ни вода. Участники похода заложат сюда общее письмо и свои фотографии, как символ их личной победы над Севером и самими собой. Муниса Усманова, Марат Хабибуллин и Игорь Крецков. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова